здравствуйте дорогие друзья меня зовут ольга курунова и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня у нас будет видео по моим процессам по готовым работам в общем такой визуальный эпизод из жизни февраля и думаю что мне короче мне есть что вам показать да есть что показать поэтому и сразу начнем давайте с готовых работ у меня их много целых 3 за февраль месяц вы сейчас будете смеяться скажите на улице 6 февраля у тебя уже целый гора процесс готовых работ это так просто громко сказано готовые работы до 3 штуки но даже не 344 до но просто дело в том что они были такие все маленькие на маленькие готовые работы поэтому вот как-то так так первый готовый на работа это как всегда мужские мужские носки да вот такие серенькие на размер 42 43 из пряжи здесь два вида пряжи вот здесь вот проходит полосочка это пряжа ализе супер уж да нет и пряжа drops фабу не буду останавливаться носки есть носки просто показала и показала отчиталась так сказать так ну а дальше поинтереснее повеселее вторая готовая работа у меня была это детская шапочка вот такая шапуля связалась вы знаете я в подарок вижу костюмчик вот такой у нас у друзей родилась внучка и вот ей на на весну я вижу такой костюмчик и связалась у меня вот такая шапочка шапку вязала в трините также как и кофточку кофточку я вязал еще в прошлом году или до декабре наверное у меня была готовая работа кофточка теперь я связала шапочку сюда к этому костюмчику и потом сразу еще готовой работы это пинетки ну понятно что это смешные готовые работы ставил я резиночку вот сюда штанишки такая вот широкая резинка вот такая вот я прям широкую и вставила по ширине талии то есть она не будет стягивать она просто по ширине талии вот так вот ребеночек там будет внутри шнуровку еще надо сделать но вот думаю делать или не делать замерила сейчас все размеры вот эти вот эти в общем все 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 чтобы подходило все как раз на 6 9 месяцев мне кажется даже до годика этот костюмчик будет в ходу то есть вот все костюм у меня готов осталось только сходить в гости отдать это все бабушки девочки ну чтобы потом передали родителям постараюсь вам хотя бы вот так снять вот он костюмчик он готов все готово вот пинетки прям мне очень нравится здесь колпачок по замерам тоже хорошо сюда входит головка даже с запасом здесь к ну колпак он и должен быть большой чтобы вот шапочка шапка с помпоном люблю такие густые помпоны делать прелесть прелестная правда мне нравится мне в общем нравится ребенок будет ходить такой вот форсить помпон я сделала на на как это на бантике вот чтобы его снять не стирать вместе с помпоном изделия снять его и стирать отдельно отдельные изделия помпончик стирать не надо то он весь размахряется вот такая красота вот поэтому все костюмчик у меня готов надо его упаковать подарить все на этом готовые работы закончены на ну нет в этом месяце и что-то запланировал очень мелкие готовые работы ну потому что крупные у меня в этом месяце будут очень много начал в основном я все в этом месяце начинаю у меня прям можно было неделю стартов организовывать вполне потому что целых по моему 5 я запланировала новых изделий ну не знаю половина из которых наверное не свяжется пока но об этом поговорим чуть позже так и еще одна готовая работа подруга попросила меня связать шапку вы помните да сейчас я вам напомню пришла ко мне подруга и принесла мне принесла мне принесла мне пряжу пух норки с красной этикеткой и вот такая добавочная нить вот вот такую пряжу кто знает какой у нее метраж и вы мне скажете здесь метров наверно 300 в 50 граммах нет 300 в 100 граммах на наверное в общем вот такую ниточку она мне дала свяжи мне шапку я горькую тебе шапку надо вы все в курсе я вам уже рассказывала эту историю она говорит ну не знаю какую-нибудь шапку вы давай мерить те которые у меня есть вот тебе шапка из пуху норки мере и и это моя шапочка это синий этикетка пух норки ну что могу сказать мне вот синий этикетка нравится больше она очень пушистая ну в очень вот это все синий этикетка такая серо-синяя да вот у меня такая шапка бланая померила готова мне размер классный но мне хочется что-то попышнее я говорю хорошо у меня есть шапка который мне подарила дочь то есть вот эту шапку вязала дочка по моему мастер-классу специально меня просила снять мастер-класс чтобы вязать шапки навязала целую гору и вот мне подарила прислала в посылке это года он только я открыла канал года три назад она мне вязала вот такую шапочку я в ней хожу мне нравится очень вот дала померите эту шапку она готова и да вот вот таким узором мне нравится вот она пышный все классно только я хочу ее подлиннее я говорю хорошо мере вот эту шапку последнюю которую я вязала тоже есть мастер-класс на канале я говорю мере и вот эту шапку вот с такой вот остренькой макушечкой не сильно острая вот я не люблю я вам уже говорила да я не люблю когда вот такая вот макушка она вот знаете как вот это надевается сильно по голове а вот эта макушка она вот так вот торчит вот вот так и вот так меня прям бесит это немножечко торчит макушка вот немножко вот но но она не сильно узкая, то есть то, как мне подходит. Кстати, мне вот этот цвет очень идет на шапке, он не белый, а какой-то такой икрю, не икрю, не знаю, в цветах вообще не разбираюсь, знаю только цвета радуги, все остальные для меня ужасные смешения, не знаю. Название очень сложно. Учу, стараюсь, пытаюсь, но не могу запомнить. Так, значит, что? Вот, она померила эту шапку и говорит, да, меня устраивает эта макушка. Короче, в итоге, что получается? Получается, из этой пряжи надо связать шапку вот такую по ширине, по размеру, вот такую по узору и вот такую по длине. Вот. Из трех шапок мы связали вот такую шапку, где все-все полностью устраивает, ну, наверное, устраивает, я не знаю, но во всяком случае, все нюансы и все пожелания своей подруги я учла. Вот. И надо ей уже сегодня позвонить, чтобы она пришла, забрала. Вот видите, да, у этой, вот, у серой шапки пушистость выше. Возможно, то, что здесь белый цвет, мы же знаем, что белый цвет получается за счет отбеливания. И когда отбеливают, он получается грубоватый. Но вот это вот очень пышное, а вот это вот не очень пышное. Я ее расчесывала, кстати, даже расчесочкой. Пух летит во время вязания, но не сильно. Летит, но не сильно. Вот. Вот такие дела. Поэтому еще одна готовая работа февраля месяца уже готова. То есть всю мелочь я не связала. Ну, помимо носков, носки я вяжу постоянно. Так. Все. Надо будет отдать пряжу, отдать изделие. Все. По готовым изделиям на сегодняшний момент кусье. Ну, а сейчас поговорим о процессах. Ну, это носки. Как всегда. Покажу мельком. 5 секунд. Просто носки вяжутся. Пока с Олесиной пяткой. Пятка перфекциониста. Носки перфекциониста. Здесь немножечко по-своему сделала убавки. Так же, как это женский носок. Добавки я делала через ряд. А убавки вот здесь по этому клину. Вот он у меня небольшой получился. Я делала в каждом ряду. Все 10. По-моему, у меня здесь было добавок и 10 прибавок. Вот. Ну, потому что мне сильно широкий клин подъема не надо. И здесь надо было его резко убавить. Вот я резко убавила. Ну, все. Останавливаться не буду. Носки вяжутся, как всегда. Эта корзинка у меня. Вот она. Носки копятся, вяжутся. Вот. Корзиночка пополняется. И пряжей, и процессами потихоньку вяжется. Дальше. Мой процесс, который я вам очень долго показываю, но который у меня продвигается, между прочим. Я его хотела так в шуточный немножко, по чуть-чуть продвигать. Но отлично так. Вот столько у меня было связано. Так, нет, не столько. Сейчас обману. Вот. Вот маркер желтенький. Вот столько у меня было связано по конец января. Девочки, цвет не передается совсем. У меня цвет зеленый. Не знаю, как вам его передать. Он вот передается вам абсолютно не таким. От слова совсем. Я не знаю, как его передавать. Ну-ка. То хоть ты что положь. Ничего не передается. Ладно, не суть. Потом, может быть, как-нибудь я все-таки умудрюсь этот цвет вам показать хотя бы один раз. Так, это у меня перед, заметочка. Здесь у меня вяжется вот это изделие. Это мой изумруд. Я его так назвала процесс. Это поло. Застежка будет поло по переду. Вяжу в круговую. По бокам вот такой узор из резинки. Две лицевых, одна изнаночная. С одного бока. И с другого бока. Вот он, узор. Как резинка шла. И по бокам она пошла дальше. А здесь прямое полотно. Так, сейчас я вывязала выточку по груди. Так, подождите. Мне нужно взять одни замечательные штучки, которые мне прислала. Прислал магазин Дель. Замечательные. Вот эти стоперы для спиц. Для птиц, хотела сказать. Которые не дают изделию слетать. Девчонки, если вы заказываете пряжу в магазине Дель, обратите внимание вот на такие штуки. Они есть нескольких цветов. По-моему, розовые. Вот такие сиреневые. Обратите на них внимание. Держат великолепно. Спицы не вылетают. Вот видите, с каким усилием мне приходится их продергивать. В общем, классные штуки. Я очень рада, что они у меня появились. Прям рада. Когда меряешь, когда вам что-то показываешь. самое то. Так, что хотела показать. Видите, да? Мои пупырышки. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Это ротиком у меня вытачка. Я знаю, что вы ждете мой рассказ о вытачке, но пока я не готова снимать. Это вижу в перерывах. В перерывах на работе. Поэтому там возможности снимать у меня в последнее время нет. Вот она, видите? Вот она, вытачка появилась по переду. Все, я довязала до вытачки. Но я сделаю мастер-класс, когда не знаю, когда-нибудь сделаю. Объяснять я вам объясняла, как это делается уже не раз. Рассказывала. Но, вероятно, нужно отдельно, чтобы отдельно был мастер-класс. Вот, по переду провязана вытачка. Специально перед отметила. Вот, отметила перед. Чтобы знать, что здесь мне надо будет и вырез под пола делать, и все остальное, чтобы не запутаться. Потому что, ну, вытачка, конечно, есть-есть. Я 5 сантиметров ее делала. Сейчас посмотрим с вами. Вот, видите, разница между передом и спинкой. Вот здесь у меня ровно. Вот, ровно. Вот. Здесь я сейчас все выровняю. И вот у меня, вот разница. Ну, у меня 5 сантиметров. По расчетам вытачка 5 сантиметров. Перед опустился вниз. Когда вы наденете на себя, на грудь обляжет, и вот это все поднимется и будет ровно со спинкой. Вот. Последнее время я монат. Выт... Фанат монат. Ох и слово. Ой, боже мой, этот гребаный ковид. Так, вот как вот еще сказать. Начинаешь уже слова придумать, потому что уже и до Альцгеймера недалеко. Походу. Так, надо развивать свой мозг, как только можно. Так, вот этот мой процесс. Трясу перед вами. Трясти буду долго. Не планирую его в этом месяце закончить. Вяжется и вяжется. Ниточка очень тоненькая. Да, кстати, сказать вам снова, какая ниточка. Давайте скажем. Это фирма Еми Роглио. Артикул Форти. 50% меринос, 50% ПА. 2200 метров в 100 граммах. Я его брала 300 грамм. Всего 300 грамм. У меня еще больше половины, по-моему, тут. Да еще вот тут, мне кажется, вот этого всего мне хватит на изделие. Расход, конечно. Давайте взвесим, сколько весит вот это изделие, но вместе со спицами. Я даже не буду высчитывать погрешность спиц. Посмотрим вместе со спицами, сколько весит данное изделие. 124 грамма. 125. Связано больше половины. Ну, хорошо, возьмем половину. То есть у меня вот эта футболка с удлиненным, со спущенной проймой, без рукава. Спущенная пройма будет удлиненная. Не удлиненная, вернее, 24 сантиметра отверху она будет. Ну, вообще расход. Вот вы говорите, насколько легкая получается бобинная пряжа. 300 грамм брала. У меня... Не знаю. Короче, потом посмотрим, сколько уйдет. Но вот это вот все, вот вы видели вес. Так. Вяжу в 4 нити, не сказала. От 2 мотков. Одну ниточку беру от центра, одну с краю, и так все две таблеточки. Вяжу в 4 нити. Это 550 метров на 100 грамм. Вяжу на спицах единороги. Кстати, единороги, девочки, это Ади. Я почему-то всегда думала, что единороги это не про. Я так обманулась сама и обманула вас. Большое спасибо моей зрительнице, которая мне это написала. Я аж это... Глаза открыла, думаю, что ж я... Везде нет про, нет про. Нифига это не нет про. Это Адики. Адики. Вот такие вот единорожки. Замечательные девочки. Спицы великолепные. Соединение между леской и спицей вообще великолепные. Вот, посмотрите. У меня очень тонкое полотно. Посмотрите, как оно гуляет. По спице идет великолепно. Причем я вяжу очень туго, вы видите, да? Никаких заломов, никаких. Тонкое полотно из 4 нитей. Пожалуйста. Это моя любовь любовная. Это самые любимые спицы мои на сегодняшний день. Кстати, в магазине Дель они есть, они появились. Много размеров, много всего. Девочки, заказывайте. Я вот прям в них влюблена. Они очень красивые, вот такого розового цвета. Леска без памяти. О чем, что такое леска без памяти? В прошлом перерывчике разговаривали. Вот, видите, она ровная. Никаких заломов на ней нет. Она очень ровная. У меня здесь 60 сантиметров длина спиц. Включая сами спицы. В общем, я люблю. И вообще, и вообще. И я сейчас уже такая, если можно. У меня несколько номеров Адиков. Точнее всего, у меня их три номера. Два с половиной 60 сантиметров длиной. Троечка 60 сантиметров длиной. И 375 120 сантиметров длиной. Так вот, я теперь все процессы, какие только можно, вяжу. Стараюсь вязать на этих единорожках. Больше возможностей приобрести у меня их нет. Пока. Ну, ничего. Какие наши годы, приобретем. А у вас, девчонки, если есть, забивайте. В прошлый раз я рассказала про эти спицы. Вы расхватали их все. Я пошла к Эльвире, хотела купить себе. А их там вообще не осталось. И я потом долго ждала, когда они появятся. И кое-как, кое-как я 375 себе урвала. Поэтому магазин Дель. Внизу ссылка обязательно будет. Не бойтесь заказывать в магазине. Магазин проверенный. Проверенный не только мной, а многими девочками. Все, кто заказывал там пряжу, во всяком случае, я слышала только позитивные отзывы. Негативных ко мне не прилетало. Вот. Не забывайте про доставку. В магазине есть доставка. Она отдельно рассчитывается. Поэтому выгоднее брать там побольше всего. И вот это вот. Вот это тоже возьмите. Ай-яй-яй. Эть! Это я сейчас руками скинула сама. Вот так, хоп. И выкинула. Ну, прям вообще. Ну, это очень скользкие спицы, дорогие мои. Вот эти вот атики, они прям очень скользкие. Единороги называются. Ой! Столько восторга, столько восторга. Вот честно, девочки, я искренне говорю. Еще раз вам говорю, не буду советовать то, что мне не нравится, или то, о чем я не знаю. Советую только то, что мне нравится. Потому что иначе как вы узнаете то, что классно? Ну, хотя бы для других, да? Так. И это носки и вот этот процесс, они у меня основные. Они у меня идут. А все остальное у меня в процессе выжидания. Вот такая у меня корзина. А вы помните, что я планировала процесс вот из этой пряжи, а вот из этой пряжи и вот из этой пряжи. Так, голубую убираю. Про нее сегодня не говорю, потому что ничего не делала, ничего пока не запланировала. Говорю вот про эти два вида пряжи. Так, эгита. Хлопок от фирмы Кутнор Эгита. Вот образец я вязала спицами 3 мм и 3,5 мм. Покажу сразу образец. Образец связан гладью. Так, здесь что у нас такое? Ага, это мусор. Я сломала ноготь. Сейчас пойду делать ноготь, поэтому не обращайте внимания. Я не сломала больше, чем... Короче, выломала почти больше, чем с кожей. Ладно, мы не обращаем внимания на мой ноготь. Я постараюсь его прятать. Вот это связано троечкой, вот это 3,5 мм. Великолепно ложатся нитки. Видите, да? Рядности практически нет. На троечке еще рядность есть. Тройка и 3,5 мм. Да, на 3,5 мм рядности практически нет. Поэтому если вязать гладью, то спицами 3,5 мм. Мои дорогие друзья, если вы вязали из эгита, напишите мне, пожалуйста, хлопок мягкий. Дело в том, что образец у меня постиранный, и после стирки он стал очень жесткий. Вот это я, возможно, да невозможно, а точно, я положила много шампуня. Когда я стирала этот образец, он стирался в большом количестве шампуня. Либо я его не выполоскала до конца, и он у меня стал жесткий. Либо скажите мне, пожалуйста, на самом деле этот хлопок эгита, он вот такой вот грубоватый, да? Потому что, когда я его трогаю здесь, ну да, он жестковатый, но помягче, а в образце получился прям жесткий. Или мне его перестирать, чтобы понимать. В общем, жду ваших ответов. Хотела я и водолазку такую связать, а потом думаю, зачем мне хлопка водолазка. Ну да, она мне зимой нужна под мою серую кофточку, которую я связала, которая называется у меня гламурный бомж. Да. Вот под моего гламурного бомжа мне нужна водолазка. Я думаю, вот этот цвет бы великолепно туда подходил. Он тоже такой холодный серый, и то изделие у меня тоже холодное серое. Хотела такую водолазку, но толстоватый. Если водолазку нужно что-нибудь потоньше. Вот. Это я уже потом водолазку захотела. Из эгитта я планировала на футболочку какую-нибудь пустить. Короче, вот связала образец и связала. Пока еще голову ломаю, что это будет. Дальше. Следующая пряжа. Я вязала ее спицами 3 мм. Это Baby Cotton, тоже от Kutnor. Кстати, всю эту пряжу я заказывала в магазине prja.su. Внизу тоже будет ссылка на магазин DEL. Ссылка внизу. Промокод на скидку. Моя фамилия Курунова. Это в магазине DEL, где я покупала спицы, где я покупала носочную пряжу и т.д. и т.п. Проходите в магазин DEL, смотрите пряжу там. Вот эту пряжу я покупала в магазине prja.su. Внизу тоже будет ссылка на магазин, ссылка на эту пряжу. И будет еще промокод. Промокод английскими буквами Ольга23, который дает вам право 5% скидки. В магазине DEL 3% скидка. Почему я это постоянно говорю, девочки? Потому что я хочу, чтобы вы этим пользовались, если уж вы заказываете в интернет-магазинах, чтобы хоть какая-то скидочка у вас была. И вам приятно, и мне приятно. Ну, а мне-то что приятно, в принципе? Заказывайте вы или не заказывайте, дело ваше. Ну, просто я с вами только делюсь то, что я пробую. Так, что я из бэби-котона? Котона. Прошу прощения, мне сделали замечание, что я неправильно говорю. Прошу прощения. Ну, придется вам, наверное, мне очень много раз замечание делать, потому что я знаю, как говорить правильно, а говорю все равно неправильно. Ну, вот такая я. Потому что привыкла уже. Ну, исправляюсь. Прошу прощения, исправлюсь. А может, нет. Вот, я связала образец. Вот вы видите образец. Вот такой вот он получился. Здесь, в принципе, изнаночная, лицевая, изнаночная, потом накид, 3 вместе накид. Изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 3 вместе накид. Все три узора, видите, они разные, да, от 1, 2, 3. Они одинаковые, только здесь у меня два ряда раппорт идет в высоту. Здесь у меня получается 4 ряда раппорт в высоту. А здесь у меня получается 6 рядов раппорт в высоту. Вот как-то так. Два ряда дает вот такую вот. Это все одно и то же. Накид, 3 вместе накид. Накид, 3 вместе накид. Накид, 3 вместе накид. Ну, и здесь изнаночная, лицевая, изнаночная между ними. Опять накид, 3 вместе накид, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это мне понравилась футболочка. Я вам сюда фотографию сейчас ставлю, что я хочу связать и вот я связала такой образец девочки напишите мне пожалуйста какой из этих трех узоров вам нравится больше всего мне очень важно знать ваше мнение не бойтесь напишите мне пожалуйста первый узор вот он летний это будет летний маечка вы понимаете второй узор вот такой и третий узор вот такой то есть по длине и покороче и еще короче вот так выглядит весь образец из трех узоров вот пока только связала образцы думаю что из чего вязать каким из трех узоров вязать кофточку вот поэтому не сижу сложа руки что-то все равно делаю и да вот этот процесс кстати вот я я его сделала я его назвала назвала я этот процесс мне пшеница больше ничего не написал и я вот так вот его нарисовала то есть это будет вот такая вот маечка футболочка со спущенным плечом нет наверное это майка со спущенным плечом потому что если бы это была футболка здесь должны были быть рукава раз здесь рукавов нет а просто спущенное плечо идет я кстати еще не знаю как мне вот это спущенное плечо обыграть. Мне же здесь нужно будет добавлять петли. А вот на этом узоре, как я буду их добавлять, куда я их засуну, чтобы было красиво, короче, надо думать. То есть вот здесь с краю у меня будут добавляться петли. Или просто как добавляются, так и пускать. Скорее всего. Короче, подумаем. Вот. Здесь будет шнуровка. Ну, вы видели рисунок. Вернее, не рисунок, а фотографию. Но вот так я для себя нарисовала. Да. Вот. Вот и все, что я сделала по новым процессам. Больше ничего не делала. Так. Ну, и мне бы все вам показать. Все я вам показала, мои дорогие друзья? Как вы думаете? Да. Мне кажется, что все. Я очень жду пряжу. Пряжа, которая должна мне прийти со дня на день. Вот. Когда придет та пряжа, тогда у меня в мозгу все сформируется. То, что я буду вязать. Следующий процесс. Ну, и вообще. Текущий мой процесс. Потому что я жду ту пряжу. Я хочу ее пощупать. Когда я покупаю бобинную пряжу, я не всегда знаю, что из нее может получиться в итоге. То есть я планирую ее под один проект. Когда она приходит ко мне, когда я ее щупаю, когда я ее стираю, отвязываю образцы, мне приходят какие-нибудь неожиданные иногда мысли в голову. Вот. Поэтому жду пряжу новую. Когда придет, я, конечно же, вам все покажу, расскажу. Я прям... Вы знаете, я не раз вам говорила, что очень люблю заказывать пряжу в интернет-магазинах. Потому что вот пока она идет от интернет-магазина к тебе, а ты видишь по интернету ее продвижение. Ну, то есть вот она выехала из Новосибирска, приехала в Екатеринбург, выехала из Екатеринбурга. Вот сейчас куда она приедет? В Магнитогорск? Вот мне интересно прям. В Челябинск и в Магнитогорск? Или сразу в Магнитогорск? То есть я вот так каждый раз гадаю. Магазин Дель я тоже через ДЭК выписываю. Ну, хоть там через ДЭК, хоть через Почту России мы всегда видим. В интернете можно посмотреть, прослеживаемость по ссылке. Мне так это нравится. То есть это какой-то свой кайф, драйв от того, что ты скоро получишь какую-то вкусняшку себе. В общем, вот. Вот. Придет пряжа. Все покажу. Все расскажу. Так, ну, по-моему, девочки, это все. Все готовые работы на сегодняшний месяц я связала. Все остальное у меня там очень много продумать и рассчитать. Продумать и рассчитать. Ну, вот этот процесс практически план на февраль я выполнила. Почти чуть-чуть осталось. То есть продумала. Продумала. Вот у меня модель. Я ее продумала. Рассчитала? Нет, я связала образец. Образец рассчитать я еще не рассчитала. Я еще образец не замеряла. Сначала мне надо выбрать, какой из трех узоров мне нужен для вязания. Потому что все равно, видно вам или не видно, он может иметь разные. Вот этот узор, он чуть поуже, чем вот этот. Этот самый широкий, средний. Да, наверное, средний, а этот чуть поуже. Вот чуть-чуть, наверное. А может быть, они одинаковые. В общем, когда я определюсь с узором, замеры сделаю и потом рассчитаю, что сколько вязать, сколько добавлять, что как делать, как вывязывать горловину, как скос плеча делать, как я сюда засуну вытачку. Я ее хочу сюда запланировать засунуть. Ну, вот, скорее всего, раз у меня раппорт 4 ряда, мне, наверное, вот этим узором, но он мне, в принципе, и нравится. Вот этот узор, и сюда, наверное, у меня впихнется вытачка. Вот в эти ее дорожки, если впихивать, короче, надо подумать. Надо попробовать еще на одном образце впихнуть сюда вытачку. Да, короче, вот, почти все я сделала, но надо еще продумать и рассчитать. Придумать придумала, рассчитать еще не рассчитала, половина сделана. Вот. Ну, короче, план этого у меня еще только 6 февраля, поэтому так, здорово, здорово. Ну, все, мои дорогие друзья, на этом я с вами буду прощаться. На фоне корзиночки, на фоне своих готовых работ я с вами буду прощаться. От всей души я вам желаю, как всегда, огромного здоровья, огромного здоровья, мирного неба над всей планетой. Давайте будем любить друг друга, мои хорошие. Все у нас будет хорошо. Ну, а также я вам желаю творческого вдохновения, побольше ниточек для вязания, чтобы вам было из чего творить, побольше возможностей для того, чтобы они у вас появились. Ну, и, в общем, как всегда, всех вам благ, мои дорогие друзья. Ну, и встретимся с вами скоро-скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok